В 1909 году по личному распоряжению великого князя Владимира Александровича, президента Академии художеств и дяде императора Николая II, картина Михаила Васильевича Нестерова «Святая Русь» была отправлена на международную выставку в Мюнхен, где ей была присуждена золотая медаль. Это было, пожалуй, самым крупным международным успехом Нестерова, и было особенно приятным для него, что эту награду высокую получило произведение, которое он считал одним из самых главных в его жизни. К концу 19 века и к началу 20 века складывается очень такая мощная импрессионистическая манера, которая эмоциональная, когда художник выкладывается по полной, и вот уже технология нанесения слоев, она отступает на задний план. И таким образом мы получаем вещи, которые не могут долго жить без помощи реставраторов. Картина «Живой организм» реагирует на все, в том числе и на посетителей музея. Большой поток посетителей меняет температуру в зале, меняет влажность в зале, это и дыхание человека, который имеет определенный состав, это изменение всего вокруг картины, включая сквозняки, которые могут возникать из-за движения публики. Поэтому нижний край всегда страдает у картин больше, и в данном случае мы тоже обнаружили, что самые большие проблемные участки были расположены именно по нижнему краю, и в частности в левом нижнем углу, где расположена подпись. Приходилось проводить какое-то локальное укрепление для того, чтобы остановить вот эти скрытые процессы, идущие в структуре красочного слоя. Но, как показала практика, и профилактических осмотров, и таких работ по укреплению, картины на экспозиции, все-таки такое адресное, локальное укрепление не решает комплексной задачи восстановления связи структуры красочного слоя, потому что процессы шли, и процессы эти были не остановить. И тогда впервые возник вопрос о комплексной реставрации этого. Разведение было то, что при большом размере те процессы, которые угрожали сохранности, которые были обнаружены при профилактических осмотрах, они носили микрохарактер. Это процессы, незаметные глазу. Их можно обнаружить только специалисту с использованием бинокулярной лупы или другого какого-то увеличительного инструмента, потому что эти процессы происходят в жирописных слоях. Поэтому посетительные экспозиции могли и не видеть того, что происходит с картиной. Но реставратор, как специалист, конечно, все это всегда увидит, обнаружит. Именно поэтому было принято решение о том, что картину надо реставрировать. Мы используем специальный клей животного происхождения, который делается из высушенных пузырей, плавательных пузырей осетровых рыб, пород осетровых рыб. Специальный раствор, в зависимости от задачи, делается у него нужен процент более крепкий, более легкий. И в нашем случае был довольно-таки легкий клей, конечно, чтобы не возникало сильного поверхностного натяжения на картине. Реставратор, вооружившись подогретым клеем и кусочками папиросной бумаги, приходил на экспозицию, наносил клей на поверхность, на аварийные участки. И реставратор, после нанесения папиросной бумаги, проглаживая поверхность теплым шпателем, таким образом внедрял этот клей в структуру красочного слоя и проводил укрепление. На тех же фрагментах, где подобный красочный слой имел аварийный характер, реставраторы подчас оставляли вот эти фрагменты папиросной бумаги, таким образом армируя вот этот поврежденный участок. Все равно оптически это разрушает целостность произведения, и это тоже послужило одной из причин для проведения комплексной реставрации. В принципе, для реставратора каждая картина – это такой пациент. И чтобы разобраться в процессах, которые в ней происходят, мы обращаемся и к своему собственному опыту в реставрации произведения именно этого художника и к опыту своих коллег. Таким образом, вот создается какое-то мнение, вырабатывается программа и подбирается методики, которые подходят именно этому мастеру и именно этому произведению. Учитывая большую площадь картины и то, что практически каждый сантиметр картины нужно было изучить и впоследствии укрепить, конечно, это не под силу одному человеку. Кроме того, картину надо переворачивать для того, чтобы нужно было работать с тыльной стороны. И поэтому над картиной работал коллектив из трех человек. Интересно то, что Нестеров для этой своей картины выбрал зимний пейзаж, что было для художника, в общем-то, не характерно. Мало кто знает, что Нестеров был влюблен в юг не в меньшей степени, чем в среднюю полосу России, которую, как правило, он изображал. Поэтому он обязательно каждый год стремился уехать или в Италию, или в Крым, или на Черноморское побережье в районе Сочи, где продолжал работать. Работал много над этюдами южной природы, которые потом использовал в своих религиозных композициях. Но в данном случае это был тот редкий случай, когда он именно избрал зимнюю природу, именно чтобы показать суровость жизни именно людей в России, когда им буквально приходится где-то выживать. И вот они вместе со своими этими страданиями душевными и физическими недугами, они терпят, они не бунтуют, а они вот со своей глубокой верой в Бога ищут, его приходят в надежде получить его защиту и исцеление. Когда мы исследовали эту картину вместе со специалистами отдела техник и телохрологических исследований, мы с удовольствием обнаружили, как велики были переделки авторские, как сложен был поиск. И в частности, весь задний план, снег и небо, были автором переписаны позже, когда уже написаны были фигуры. То есть его не устроил либо цвет, либо тон, либо он захотел изменить настроение картины. И все это было покрыто новым слоем краски. Соответственно, по уже предыдущему просохшему старому слою. И это тоже создало проблему, потому что если масляная краска ложится по другой масляной краске, по просохшей, она имеет очень плохую связь. Именно отсюда и возникли процессы расслоения, собственно говоря, которые нам надо было обнаружить, остановить этот процесс, восстановить связь между слоями, и таким образом обезопасить дальнейшую жизнь произведения, чтобы эти процессы уже не появлялись снова. Все наши специалисты, работающие в реставрации, являются художниками-реставраторами. Это наша должность, и именно так называется наша профессия. Почему художник? Потому что прежде всего, работая над картиной, работая над памятником, ты должен понимать, чего хотел добиться художник, сам художник-автор, создатель, к какому результату он пришел, и как это должно выглядеть, если убрать эти годы жизни, бытования, произведения, и все наносное. Таким образом, понимая, как художник художника, ты видишь, предвосхищаешь в своих каких-то образах тот авторский замысел, к которому стремишься в своей реставрации. Ты понимаешь, что лак желтый, но это неправильно, потому что у художника холодный колорит. Ты понимаешь, что лак зеленый и оливковый, но у художника нежные розовые оттенки. И так далее, в первоначальном замысле, потому что лак, который кладет художник на картину, написав ее, он не имеет этого тона, он не имеет этой желтизны. С возрастом лаки стареют, желтеют, изменяются, окисляются. Это процессы старения закономерные, которые изменяют произведение. Здесь Христа художник написал его лицо, и сохранился этот этюд в Национальной картины Галереи Армении. С настоятеля церкви Александра Невского в Бустумане Константина Алексеевича Руднева Это тоже очень важный момент. То, что работал над этой картиной художник одновременно, работая над росписями церкви Святого Александра Невского в Южной Грузии, в Бустумане. В бывшем имении, где жил до своей смерти, наследник престола Георгий Александрович. Нестеров, работая над этими росписями, посчитал возможным перенести угодников с этих стен на картину. Мы видим в левой части произведения за фигурой Христа Николая Чудотворца, Георгия Победоносца и Сергия Радонежского. То есть эти фигуры образно повторяют персонажей вот этих вот бустуманских росписей. Нестеров сделал большое количество фотографий с этой своей картины. И эти фотографии дарил каким-то своим или близким людям, знакомым, друзьям или очень важным людям. И он лично нанес визит во время работы экспозиции в достующей императрице Марии Федоровне, который подарил эту фотографию. Императрица, значит, Марию Федоровну он посетил в Гатчине, а императрицу Александру Федоровну он посетил в Царском селе. И подарил, опять же, эту фотографию уже для Николая II, которому эта картина очень понравилась. Он высказался в том духе, что Нестер в такое сложное время он, так сказать, остается верен себе, своим темам. То есть эта работа, в частности, еще, так сказать, ближе вот сдружила его в этом творческом плане с императорской семьей. И именно во время выставки этой персональной в Москве он получил предложение от великой княгини Елизаветы, вдовы Сергея Александровича, погибшего от бомбы террориста, расписать Марфу-Мариинскую обитель на Большой Ордынке. Когда происходит реставрация не одним реставратором, а тремя реставраторами, очень важный момент для того, чтобы это был очень слаженный, согласованный коллектив. Все процессы, в принципе, происходили достаточно быстро, достаточно слаженно. И это тоже для реставрации большимерного произведения очень важно. Потому что если мы ведем, например, процесс укрепления поверхности, для нас важно, чтобы вся поверхность была укреплена, предположим, за один раз, для того, чтобы не возникало различного натяжения, напряжения клея на поверхности. И вот работая втроем, мы могли какие-то процессы сложные, которые по времени вроде бы должны быть длительные, делать за один день, чтобы картина себя продолжала чувствовать таким одним организмом, с одинаковым воздействием на всю поверхность. Безусловно, это одно из самых выдающихся произведений русской реалистической живописи начала XX века. Это, пожалуй, одно из таких последних крупных творений, написанных еще в русле передвижнического реализма, в котором уже явно прослеживаются черты, так сказать, модерна, которые особенно ярко проявились в монументальном творчестве Нестерова и в обостуманских росписях, где еще были, правда, сильные черты академизма. Но наиболее ярко – это уже росписи Марфы Мартинской обители, выполненные им в первой половине 1910-х годов. Это живопись, характерная для Нестерова. Именно сочетанием гладких участков с пастозными очень часто использует он протирку сухой кистью, сухие отрывистые мазки, фактурные, которые тоже для реставратора на самом деле создают определенную сложность, потому что одно дело – работать с ровной поверхностью, ровной живописной поверхностью, другое дело – работать с фактурным мазком. Мы укрепляем картину, используя температуру, используя утюги, и при этом мы должны всю эту форму, весь этот рельеф авторский сохранить, чтобы авторский мазок остался таким, каким он был при создании картины. Какое путешествие он предпринял специально для того, чтобы собрать материал для этой картины – это было путешествие на Соловки в 1901 году. Для Нестерова было очень важно не просто посмотреть на жизнь монастырей, жизнь монахов, но именно ему хотелось увидеть какие-то трудные условия, в которых они существуют. Привлекали на Соловках художника и такие интересные типы, как, например, мальчики-годовики. Мальчик такой с черными волосами длинными, тоже изображенный на втором плане, с некрасивым лицом, как Нестерова показалось, похожим на какую-то хищную птицу вроде копчика. Это был монах-годовик. Подобных детей привозили верующие родители, как правило, после долгих лет вымаливания, поскольку долгое время, например, не удавалось родить ребенка. И вот когда он появлялся, его привозили на Соловки, где в течение года ему предлагалось поработать то в типографии, то в иконописной мастерской, то на каком-нибудь заводе. Таким образом пытались у этого мальчика выявить какие-то особенные особенности. Некоторые после этого уезжали обратно на материк, а многие оставались и потом становились монахами. Мы используем, в общем, уже наработанные методики, которые опробованы, которые дают, и мы наблюдаем эти результаты на протяжении, ну, например, я уже на протяжении 40 лет в музее наблюдаю, как это все стабильно. Другое дело, что современные материалы, которые мы пытаемся применять и применяем иногда, это все основано тоже на опыте каких-то исследований, ну, может быть, не такого далекого прошлого, там 10, 15, ну, 20 лет. Но, тем не менее, это уже тоже достаточный опыт для того, чтобы сделать выводы и применять эти материалы. Мы применяем современные материалы, но не так часто, как, может быть, другие школы инстанционные. Нестеров, кстати, целый ряд своих картин, которые даже получили медали, например, как вот получившая в Мюнхене тоже серебряная медаль «Картина чуда», в конечном итоге была уничтожена, она разрезана на фрагменты. Также он уничтожил и, там, допустим, свою картину «Воскрешение Лазаря». И, в общем, там у него были такие эпизоды, когда вот в порыве какого-то отчаяния, недовольства, или вдруг ему приходила мысль, что он, так сказать, потерпел фиаско в том или ином, значит, случае творческое, он мог уничтожить свое произведение. И я думаю, что Святая Русь, если бы она уже не принадлежала музею, ну, кто его знает, тоже могла пострадать. Художник-реставратор. И главное в этом реставратор. Реставратор никогда не может быть слишком художником. Реставратор никогда не может домысливать то, что, как ему кажется, он понимает про художника. Реставратор в своей работе и в своей художественной реставрации, в художественной части реставрации, в тонировках, всегда опирается только на то, что он видит у автора. То есть он нигде не может привносить в картину что-то свое. Автор является для нас главным и единственным опорным элементом, на основании которого мы делаем тонировки. Мы его выявляем. Мы лишь восстанавливаем утраченные фрагменты, опираясь на аналогичные рядом лежащие фрагменты авторской живописи, не поправляя, не улучшая, а всего лишь уподобляясь автору. Продолжение следует...